Привет, друзья! Вы давно просили меня приготовить творожные сырки, и сегодня именно этот рецепт. Как всегда, подробно, пошагово, от молока до покрытия шоколадной глазурью, самый главный ингредиент этого рецепта. Конечно же, творог мы сделаем сами, чтобы получить правильную плотность, идеальную кремообразную текстуру сырков. Подойдет домашнее, либо магазинное, но только пастеризованное молоко с коротким сроком хранения, не более 10 дней. Если берете домашнее, не забудьте про пастеризацию. Магазинное молоко пастеризовать не нужно. У меня сегодня 3 литра домашнего молока. Я сделаю пастеризацию, доведя его до 85 градусов с выдержкой 10-30 минут и последующим быстрым охлаждением. Подробнее о том, как делать пастеризацию, вы можете посмотреть отдельное видео на канале. А мы переходим к следующему этапу. Для творога мы заквашиваем молоко, используя сухую заквасочную культуру или при ее отсутствии густой йогурт. Нам понадобится мизофильная, либо мезотермофильная заквасочная культура с вот таким составом. Доводим молоко до 33-34 градусов и рассыпаем заквасочную культуру по поверхности молока. Через пару минут она впитает влагу, а мы тщательно распределим ее по всему объему молока. Если вносите йогурт, на 1 литр молока вам понадобится 1 столовая ложка. Также добавляем йогурт в молоко. После этого накрываем крышкой и даем закваске активироваться в течение 30 минут. Для получения более блотного творога, который лучше подходит для творожных сырков, дополнительно можно добавить молокосвертывающий фермент. А перед его внесением добавим хлористый кальций. Для восполнения баланса кальция в молоке, дозировка хлористого кальция на вашем экране, вы можете купить его в сухом или жидком виде, в том числе и в аптеке. Взвешиваем, растворяем в 30 мл воды и вносим в молоко, тщательно промешивая. Следующая очередь молокосвертывающего фермента, он может быть также в сухом или жидком виде и в том и в другом случае растворяйте в воде и хорошо распределяйте по всему объему молока. Будьте внимательны, молокосвертывающий фермент вносится не по полной норме производителям, а от 10 до 20%. Я обычно вношу 20%, то есть 1,5 часть обычной дозировки. Если у вас нет молокосвертывающего фермента, в этом рецепте его добавлять не обязательно. Накрываем крышкой и ставим на сквашивание до образования плотного сгустка. Важно поддерживать постоянную температуру и в этом сегодня мне поможет дегидратор оберхов. Это модель фрукт рокен B53, в нем предусмотрено 10 решеток. Сегодня мне понадобится только одна и его большой объем камеры, куда свободно помещается моя кастрюля. Очень удобно, что в дегидраторе можно поддерживать постоянную температуру, что важно для правильного сквашивания. Теплый воздух подается с тыльной части и позволяет равномерно прогревать молоко. Я устанавливаю время сквашивания 8 часов и температуру 35 градусов. Часто в нем я делаю творог, йогурт и ряженку, рецептом которой я обязательно с вами поделюсь. И мне не нужно разливать молоко по баночкам. Благодаря съемным решеткам внутрь легко помещается 5-литровая кастрюля. В комплекте есть 3 подноса для пастилы, а также пластиковые сетки для безе, цукатов, нуги. В дегидраторе верхов отлично получаются сушеные яблоки, бананы, апельсины. Летом я делаю пастилу из яблок и ягод. Также мне отлично получаются безе и даже вяленая рыба, мясные палочки. Рабочая температура от 35 до 70 градусов. Можно подсушивать сразу несколько разных продуктов. Запахи не будут смешиваться, поскольку теплый воздух подается не снизу вверх, как в обычной сушилке, а горизонтально. В комплекте есть книга рецептов, которая подскажет о правильном выборе температуры, режима и позволит сделать довольно интересные блюда. Чизкейк из пастилы или шоколадный брауни из сухофруктов. В подарок по акции я получила терку, что тоже очень приятно. Прошло 8 часов, проверим готовность сгустка. Достаточно его разрезать и немного приподнять. Разрез должен иметь ровные края, а нож оставаться чистым. Сгусток готов, он достаточно плотный, с уже отделяющейся сывороткой, которая не должна покрывать его более чем на пару сантиметров. Разрежем его на столбики, шагом 2 сантиметра. Важно не передерживать сгусток, чтобы во вкусе не ощущалась выраженная кислинка. Сгусток нужно переложить в плотную дренажную ткань. Лучше всего использовать лавсан, органзу, в крайнем случае марлю, сложенную в 6-8 слоев. Уже через 10-15 минут, когда первая отделившаяся сыворотка стечет, собираем концы мешка, подвязываем и подвешиваем. Если подвесить некуда, можно пойти простым путем. Протяните лопатку или ложку под узелок и подвесьте над кастрюлей. Скорость сыворотка отделения будет зависеть от температурных условий и способа отвешивания. Первый способ – это отвешивание исключительно в мешке. Оно занимает от 8 до 24 часов, в зависимости от объема массы, температуры в помещении и плотности сгустка. Второй способ немножко быстрее – это отвешивание мешки в течение 2-3 часов, когда стекает основная масса сыворотки с дальнейшей подпрессовкой в течение 3-5 часов. Сыворотка отделяется в большей степени по краю мешка, а масса в центре остается более влажной, поэтому важно каждые 1-2 часа ее перемешивать. Через 3 часа отвешивания я перехожу к прессованию с весом, используя обычную форму для сыра. Начинайте с двойного веса творожной массы и каждый час добавляйте еще один вес. Уже через 3 часа моя масса готова, нужно поставить ее в холодильник на 2-3 часа для стабилизации молочного жира. Обычно я ставлю на всю ночь и делаю сырки только на следующее утро. Творожная масса, хорошей плотности и правильная текстура готова. Узнаем ее вес. Из 3 литров молока 555 грамм. Для сырков я оставлю ровно 500 грамм, чтобы вам было легче рассчитать свои пропорции ингредиентов. А теперь перейдем к основному рецепту. Нам нужна сахарная пудра. Не советую покупать готовую. В нее обычно добавляются антислеживающие агенты, поэтому мы сделаем сами. Кроме сахара, в кофемолку я добавляю ванильный сахар. Вместо сахара в этом рецепте можно использовать мед, либо сгущенное молоко. И последний ингредиент. Слегка растопленное сливочное масло. Мне нравится очень гладкая, кремообразная текстура, поэтому я использую блендер. А для более плотной и пастообразной сердцевины творожных сырков перемешивайте вручную. Вот такая гладкая, но достаточно плотная масса. В холодильнике после застывания масла она еще более уплотнится. Наполняем кондитерский мешок. Можно обойтись без мешка и выкладывать ложкой. Я покажу два варианта, чтобы у вас был выбор. Конец мешка я фиксирую зажимом. И срезаю уголок. Если у вас есть подходящая силиконовая форма, заполняйте ячейки. Если нет, перемотайте видео дальше. Я покажу, как сделать это без формы. Часть сырков мы сделаем с начинкой. Для этого наполняем форму наполовину. В качестве начинки я использую домашний джем на пектине. Также подойдет шоколадный крем или вареная сгущенка. Возможно кусочки сухофруктов, печенья или шоколада. И закрываем ячейку слоем творожной массы. Пройдемся шпателем для выравнивания основы и отправляем морозильник как минимум на 3 часа. И более упрощенный вариант, выкладывая творожную массу на пищевую пленку, уплотняем и закручиваем концы. Диаметр такой колбаски должен быть 2-2,5 см. Также отправляем морозильник не менее чем на 3 часа. Важно, чтобы масса немножко приморозилась. Нужно добиться консистенции мороженого. Через 3 часа творожная масса уже застыла. И сейчас нам нужно сделать шоколадную глазурь. Я делю весь шоколад на 2 части. 2 трети я буду плавить, а 1 треть оставляю. Она нам понадобится чуть позже. Сегодня я хочу получить молочный шоколад. Поэтому смешиваю белый и темный. Темный ставлю в микроволновку на максимальной мощности 800 Вт. И буду растапливать импульсами по 15-20 секунд. Через 20 секунд шоколад еще не растопился, но емкость уже горячая. Поэтому обязательно делаем перемешивание. Еще через 15 секунд шоколад еще больше подплавился. Снова перемешиваю и ставлю еще на 15 секунд. Обычно хватает 3-4 раз в зависимости от объема шоколада. Как только мы получили вот такую массу с редкими уже мягкими кусочками шоколада, останавливаемся, хорошо промешиваем до полного растворения. Пока еще шоколад горячий. Перегревать шоколад нельзя, иначе он потеряет свои свойства и способность к кристаллизации. И добавляем оставшуюся 1 треть шоколада, растапливая его в горячей массе. Именно таким способом мы получим лучшее застывание и правильную текстуру. Сюда же вводим немного растительного масла, чтобы глазурь стала мягче и не трескалась при надкусывании. Глазурь получится идеальной, такой же мягкой, как глазурь мороженого. Ее консистенция будет полностью гармонировать с нежной текстурой творожных сырков. Порежем замороженную массу на кусочки длиной 5-6 см. Нанизываем на шпажку или вилку и окунаем в шоколадную глазурь. Поскольку творожная масса холодная, глазурь схватывается буквально за секунды. Можно сразу посыпать кусочками шоколада, шариками из воздушного риса, орешками, кокосовой стружкой. Всем, что вы любите. А следующую партию творожных сырков я достаю из силиконовой формы, в том числе и с начинкой. Вот такие красивые они получились. Уже через полчаса после нанесения шоколадной глазури их можно есть. Они размораживаются очень быстро. Кстати, в холодильнике такие сырки хранятся достаточно долго, как и домашний творог на загвазке, не менее полутора недель. А в морозильнике такие сырки без проблем сохранятся в течение нескольких месяцев, так же, как и мороженое. Внутри очень гладкая, нежная текстура. Благодаря всего одному ингредиенту шоколадная глазурь не ломается. Она такая же нежная, как и начинка. А вот и наша начинка из джема. Угощайте своих близких и до встречи на канале Аппетитсима. Аппетитсима